В электростолеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината состоялся торжественный митинг, посвященный первому юбилею цеха. Десять лет назад вышел приказ о создании нового цеха, который до этого был Мартеновским, и пущена новая мощная современная электропечь. В честь этого события здесь, возле машин непрерывной разлегки сортовой заготовки, спуска которых начиналась новая история, состоялся митинг, на котором честовали ветеранов и продолжателей традиций сегодняшних работников этого знаменитого на всю страну первого Мартеновского, теперь электростолеплавильного цеха. За десять лет мы прошли, конечно же, непростой путь, но на сегодня электростолеплавильный цех – это территория, в которой применяются современные технологии, а также внедряются современные разработки по выпуску продукции. За десять лет цехам выпущено 24 миллиона тонн высококачественной продукции, которая нашла реализацию как на внутренних, так и на внешних рынках. Самое главное для нас – это наш персонал, с которым мы прошли этот путь, персонал этот весь сохранен. И тот запал, и возможность, возможности, и, я думаю, неукорительная какая-то воля к победе, которую мы приняли как эстафету от Мартеновского цеха номер один. Электростолеплавильный цех – это новая эпоха, наверное, новое развитие на ОММК и в целом металлургии. В свое время здесь был основан первый Мартеновский цех, затем мы прошли освоение кислородно-конверторного цеха, ну и чтобы не останавливаться на месте, это была отступная точка или новая точка в эпохе – это электростолеплавильный цех и развитие электрометаллургии. В чем это показало себя, это также и освоение новой сортовой разливки, новой сортовой заготовки для наших сортовых станок. В контексте большой истории Магнитогорского металлургического комбината юбилей у электростолеплавильного цеха скромный, но значимость рождения нового цеха поистине историческая. Во-первых, на Магнитогорском металлургическом комбинате никогда не было такой технологии, она появилась впервые. Во-вторых, спуском электростолеплавильного цеха навсегда ушла в прошлое, технология разливки стали в изложнице. Что это дало для индустриального Магнитогорска в производственной, экономической, экологических составляющих, показал следующий после рождения электростолеплавильного цеха 2007 год. В этот год своего 75-летия Магнитогорский металлургический комбинат произвел 12 миллионов 200 тысяч тонн товарной металлопродукции, превысив свой абсолютный рекорд 1989 года. Но в 89-м для этого количества товарной металлопродукции потребовалось выплавить 16 миллионов тонн стали, а в 2007-м на 3 миллиона меньше. То есть на 3 миллиона меньше отходов, в первую очередь отходов опасных для окружающей среды. Первым этапом в преобразовании первого по номеру и последнего, остававшегося тогда на комбинате Мартеновского цеха в электростолеплавильной, стал пуск в 2004 году ко дню металлурга машины непрерывного литья заготовок. Машина была полностью готова к работе. К моменту официального пуска состоялась не только прокрутка и тщательная проверка агрегата, но и разливка нескольких плавок. Пуск машины непрерывного литья заготовок и агрегата «Печь-Ковш» являлись частью разработанного стратегического плана коренной реконструкции сорта прокатной линии комбината. Дальнейшая программа предусматривала пуск второй машины и ввод в эксплуатацию двух новых электродуговых печей. Целью модернизации являлось снижение почти на 300 тысяч тонн в год потерь металлов отходы и увеличение выплавки стали. Производственные планы на новый цех – 4 миллиона тонн стали в год и снижение выбросов не менее чем на 11%. Темпы реализации проекта не имеют аналогов в истории отечественной металлургии. В 2004 году ко дню металлурга в Мартыновском цехе были пущены сортовые машины, непрерывные разливки, а за несколько месяцев до этого, в марте, подписывается контракт с австрийской фирмой «Фёст Альпины» на строительство электростолеплавильных агрегатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пфанненовый, Печковш и дозуковая инфраструктура. Это планировано, что этот контракт будет в эксплуатацию в течение 18 месяцев. Таким образом, что в конце 2005-го, в начале 2006-го года эти установки заработают на полную мощность. Это безусловно большой шаг, большой проект, поскольку на этих установках будет производиться 4 миллиона тонн Стали. И не маловажным в этом проекте является то, что эти Печи заменят устаревшие мартеновские Печи. Мы поставляем не только в рамках этого проекта, не только сталиплавильные агрегаты, но и установки по защите окружающей среды. Они соответствуют современному состоянию техники в этой области. И наверняка, конечно, они внесут свой вклад в улучшение экологической обстановки в Магнитогорске. И мы будем рады построить и совместно с магнитогорскими специалистами Магнитогорского комбината пустить в эксплуатацию такие современные агрегаты. В мае 2006-го года завершено строительство и начатые производственные испытания электродуговой Печи, первой из двух предусмотренных контрактом с фирмой Фёст Альпины. К этому моменту цех уже официально называется электростолеплавильным. Горячее опробование агрегата состоялось в конце апреля. Несмотря на неизбежные трудности пуска и освоения нового оборудования, уже можно было говорить об оправданных надеждах. Электродуговая печь рассчитана на переработку от 60 до 100% скрапа и до 40% жидкого чугуна. Всё оборудование и сопутствующие агрегаты оснащены системами автоматизированного контроля и управления. На 2006-й год запланирован пуск и второй электропечи. Общая проектная мощность электростолеплавильного цеха – 4 миллиона тонн. Половина пойдет на производство сортового проката, еще два дополнительных миллиона тонн стали пойдет на производство плоского проката. Электропечи завершат создание нового завода на территории Магнитогорского металлургического комбината в составе электростолеплавильного и полностью обновленного сортового цеха. Мы выбрали вариант, который будет, говорят, мобильный. То есть он может работать и на ломе, и может работать на чугуна, и, возможно, большой диапазон вариаций. Поэтому мы пошли на этот путь. Ну, экология-то, как говорится, во главе всего стоит. Понятно, что уже не будет никаких тут ни дымов, ни выбросов с пуском этих электропечей, так сказать, это все уйдет. Прежде всего, это экономика. А если это экономика, то это новые сегодня технологии, которые действуют в мире. Мы идем по этому пути. А раз это новые современные технологии, то это, конечно, экология. Там экология не допускается какие-то, так сказать, выбросы, отклоняющие от норм сегодня. Решение о замене мартеновской технологии на электростолеплавильную было революционным во всех смыслах. Экономическом, экологическом, технологическом. Такого рода проекты не даются легко в силу своей неординарности, исторической уникальности прецедента. Но когда они реализуются, удаются это качественный прорыв в будущее. По контракту с компанией «Фест Альпины» в электростолеплавильном цехе, кроме двух дуговых столеплавильных печей, вместимостью по 180 тонн, предусмотрен агрегат печь-ковш. Две газоочистки сухого типа, а также трансформаторная подстанция. Машина непрерывного литья заготовки номер 5 производительностью 2 миллиона 200 тысяч тонн стали в год. Полная замена кранового оборудования. После выхода на проектную мощность всей технологической линии электростолеплавильной сорто-прокатный цех, Магнитогорский металлургический комбинат достигает рекордного производства проката – 12 миллионов тонн. И это совсем другое производство, принципиально отличающееся от того, которое было в 1989 году. Состоявшаяся модернизация позволяет уже на другом уровне решать задачи уменьшения материальных и энергетических затрат, повышение надежности и качества технологического процесса, получение наивысшего уровня качества готовой продукции, способной конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Это окупаемый проект, потому что он действительно носил, были здесь очень старые технологии, это разливка, так сказать, в изложнице. Ну, я достаточно только сейчас вот говорил. Даже можно такой пример сейчас привести, что раньше, когда выпускали 12 миллионов тонн проката, я в то время работал там с заместительным генеральным генералом по производству и сбыту, это мы делали 16 миллионов 200 стали. То для того, чтобы вот сейчас выйти на этот уровень, а мы выйдем в 2007 году, и будем производить те же 12 миллионов тонн проката, только современно уже, так сказать, продукции, и будем выпускать всего 13, где-то 313 с половиной миллионов тонн стали. То есть на 3 миллиона, значит, это отходы, это, конечно, естественно, это расходный коэффициент совершенно другой. Раньше, чтобы получить здесь, надо у нас расходный коэффициент был в 1,3. То есть сегодня этот расходный коэффициент, он вписывается там в 1,1. То есть, ну, это как бы в целом. А если взять по некоторым, то и 1,40, и 1,60, то есть это зависит. Ну, и экология, наверное, играет немаловажную роль. В то время мы выбрасывали, все, наверное, тут помнят, кто-то, так сказать, но кто не помнит, я могу напомнить, выпускали, выбрасывали 980 тысяч тонн твердых и газообразных веществ. Мы никогда не видели здесь белого снега, сегодня выбросов в 5 раз, так сказать, меньше. И сегодня, так сказать, мы практически работаем во всех предельно допустимых, так сказать, веществ. Электростолеплавильный агрегат и последнее технологическое звено нового завода вводится в состав действующих. Новый электростолеплавильный, новый сортовой цех. И к моменту выхода на проектные объемы нового комплекса Магнитогорский металлургический комбинат выходит на максимальное за всю его историю объемы. 1 марта 2016 года день рождения. День юбилея электростолеплавильного цеха Магнитогорского металлургического комбината. 10 лет назад был создан административно новый цех и пущена в бывшем Мартеновском цехе новая мощная современная электропечь. Полностью завершенный электростолеплавильный комплекс со всей энергетической инфраструктурой и очистными сооружениями. Уважаемые коллеги, сегодня мы празднуем по-настоящему первый значимый юбилей электростолеплавильного цеха. 10 дней. Казалось бы, это самое молодое подразделение Магнитогорского металлургического комбината. Но на самом деле этот цех, эти люди, продолжатели традиции, когда-то знаменитого на весь Советский Союз вардановского производства. Сегодня мы отмечаем юбилей, потому что 10 лет назад была проведена масштабная реконструкция. Были заменены экологически тяжелые сталиплавильные агрегаты на современные дуговые печи. Была введена в работу мощная, современная, непрерывная обработка стали. Был осуществлен переход на современную, экологичную, экономичную, непрерывную развивку стали. Теперь это совсем другая технология, другой цех и другие условия труда в этом цехе. Мы и сегодня не останавливаемся. Продолжаем проводить реконструкцию. Сейчас идет реконструкция буквально основного главного агрегата с последующим дальнейшим введением в работу новой, современной аспирации. Будущее у этого цеха большое, настоящее и нам, для нас это подразделение очень важно. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поздравляю вас с вашим праздником. Желаю вам оставаться верными хранителями традиций стальваров в Огненке. Десять лет это история, но она и история вписалась с положительной стороны. Вот мы сегодня с ветеранами стояли и вспоминали. Я как сортовик, да, проволочный штрихсовый цех. Было, наверное, порядка десяти профилях заготовок. Квадрат 64, 70, 80, 80, 95 и плашка. Но на сегодняшний день одна заготовка для сортового цеха. Это говорит о многом. О техническом перевооружении нашего замечательного комбината. Я поздравляю всех с праздником. Электростареплавильному цеху стабильной работы. Дорогие коллеги, разрешите вас поздравить от старой гвардии с юбилеем, с десятилетиями. Среди вас я вижу много таких лиц, с которыми вы в этом цехе давали 8 миллионов в год и 16-комбинатных. Сейчас перед вами стоят другие задачи. У вас совершенно другая ответственность. И вам просто повезло, что вы работаете в цехе с совершенно новой технологией. Конечно, ответственность на вас больше. Чтобы вам дальше работать, продолжать так же, как работали эти 10 лет. По качеству, по количеству. За 10 лет существования цеха здесь было выплавлено почти 24,5 миллиона тонн стали. В настоящее время в электростареплавильном цехе проходит реконструкция, в ходе которой произойдет замена двухванного столеплавильного агрегата. До конца 2017 года будут построены две газоочистки. Кроме того, техперевооружение цеха включает строительство огромного 700-тонного моста длиной 93 метра под размещение зонтов, собирающих газы от печей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова